Школа правовой безопасности без риска На самом деле у нас замечательные молодежь, у нас замечательные студенты вузов, которые не только юридических вузов, которые действительно хотят жить в стране, в городе, в республике, где действительно каждый уважительно относится к закону, где ты сам уважительно относишься к закону, соблюдаешь его и умеешь предотвратить его. Времени не так много, но успеть нужно все. Именно поэтому уже в первый день участники совместно с руководителем проекта Ларисы Кирилловой в игровой форме разбирались в тонкостях образовательного законодательства. И в том, какими правами обладают студенты. Цель проекта – повышение правовой грамотности, правоосведомленности молодежи, обучающихся вузов нашего региона, чтобы они знали о возможных правовых рисках, знали о своих правах, о своих обязанностях и могли при необходимости их защитить. В эти три дня ребят ждут фальсвизитические лекции в интерактивных форматах, которые посвящены основным правовым отношениям, с которыми сталкиваются обучающиеся. Это все, что касается образовательного законодательства, трудовых отношений, уголовно-правовые риски, гражданско-правовые отношения, защиту прав потребителей. Для определения темы школы мы специально беседовали с ребятами, спрашивали, с какими проблемами вы сталкиваетесь, где вам нужна правая помощь. И вот на основании их ответов составили программу школы. Следующим спикером выступил доцент кафедры уголовного права юридического факультета Наиль Хабибуллин, который рассказал об Уголовном кодексе Российской Федерации, современных видах мошенничества и о том, что делать, если вы стали жертвой преступления. Есть основные, есть дополнительные наказания, есть те наказания, которые могут быть и основными, и дополнительными. Потому что в понимании обывателя, когда говоришь наказание, уголовное наказание, люди обычно говорят тюрьма. Но на самом деле это один из немногих только видов наказания, и вообще это не наказание, это место лишения свободы. Хотелось бы немножко просто объяснить студентам, что наказания бывают самые разные, от самого мягкого штрафа до самого строгого, который применяется на сегодняшний день. Это пожизненное лишение свободы и что находится между ними. В течение двух дней студентов-юристов, будущих блюстителей закона, ждут лекции и интерактивы от ведущих практикующих юристов, которые поделятся своим ценным опытом работы и расскажут о секретах профессий, которые помогут в защите прав и свобод граждан. Инициатива реализуется при поддержке проекта «Росмолодежь. Гранты». Партнерами проекта выступили Татарстанское региональное отделение Общероссийской общественной организации Ассоциации юристов России и юридическая фирма «Елилов Партнерс». Кристина Осёкина, Тимур Ахметов, Универ Новости.